А запиську зомби не хватать, пожалуйста. Они не любят этого. Если вы не девочка только. Генеральный спонсор канала – интернет-магазин «Планета Страйкбола». При поддержке магазина тактического снаряжения «Спецармия». Поэт, иди сюда! Всем доброго времени суток. С вами «Голос Андрея Поэта». И это видео с нашей второй игры «Проект Амбрелла» от мастерской группы «Таиполигон». В этот раз я играл за зомби, а евреи – за бойца корпорации «Амбрелла». Зомби никакие, кроме него, не убиваются автоматами и пистолетами. Это понятно? Зомбарей можно убить только специальным оружием. Либо инфракрасными фонариками, которые вы найдете во втором акте, это касается выживших. Либо специальным пистолетом, который есть только у полиции, но это отдельная история. Все понятно? У них датчики вот такие здесь висят. Вы на них пи-у-пи, нажали, две секунды подержали кнопочку. У них пи-ли-ли-ли-ли, запиликало. Ровно минуту они стоят, не двигаются, мигает, лампочка пищит. Поворачивайся. У него и только у него. Это тарелочка. Соответственно, в нее нужно попасть. Она начинает вот так мигать. Десять попаданий, он стоит и ничего не происходит. Вот. Она пищит. Сколько, две? Две минуты. Две минуты она загорается зеленым, и я снова выхожу. Все понятно? Если она горит красным, мигает, если я этого не вижу и продолжаю играть, скажите там... А это ты убит. Ну, или монстр убит. Убили монстра, что-нибудь такое. Крикните, убили монстра. Все понятно? Чтобы я понял. Короче говоря, в общем, это единственный человек, в которого можно стрелять в задницу. Ну, то есть в тарелочку. В задницу, а в тарелочку. Как вы, наверное, уже поняли, на игре я смотрел через объектив камеры, которая видит инфракрасный свет от моего самопального ИК-светильника, о котором подробнее я писал в своем инстаграме. Окружающие этого света не видят, и если игрок тушит свой фонарь, то находится в кромешной темноте. Игроки часто пытались укрыться, выключив фонари, но постоянно слышали, как к ним неумолимо что-то приближается. Что-то, что точно знает, где притаился человек во тьме. Естественно, задача всех монстров на подобных играх сугубо игротехническая. У нас нет цели сожрать как можно больше игроков и ломать тем самым им игру. Моя задача была создавать фан, подкрадываться, пугать. И я честно старался дать возможность сбежать даже загнанным в угол выжившим, съедая только самых нерасторопных. Субтитры сделал DimaTorzok Ну да ладно, к зомби мы еще вернемся. А пока давайте посмотрим, чем сейчас занят еврей, боец корпорации Umbrella. Сейчас нам нужно будет сделать патрулирование боевое. Всех забираем в машину, сажаем, привозим сюда, сканируем. Говорю сразу, те, кто заражен, сразу расход. Понятно? Всем все ясно. Работаем. Поехали сюда, партнер. Назад. Патруль вышли. Ты за мной, давай возьмем их. Стой, где стоишь, говорю. Стоять. Так, все руки. Ты руку поднял. Так. Пошли, пошли, пошли. Че стоим-то? Двигаем к дороге. Че, водички боитесь? Быстрее. Двигаем, двигаем. Оружие изъято. 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 Нож есть? Нету. Пистолет? Нету. А че улыбка такая счастливая? Да конец света, твои пипи. В видео с прошедшей игры я уже говорил о бейджах с QR-кодами, которые игрокам выдаются в рандомном порядке. При сканировании смартфон показывает, заражен или не заражен. После смерти игрок берет в мертвяке новый бейдж. И также не знает свой статус до момента сканирования. Лотерея, по сути. Всех зараженных, понятное дело, убили. Ребят, не убивайте семью молодую. Ну так двигай быстрее, иначе семья станет неполной. Мы Анна и Джонни. В штабе разберутся. Топаем, топаем. Мы дальше. О судьбе Анны и Джонни мы, наверное, не узнаем, так как еврей снова повел свой отряд в рейд. Ну руки, 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 руки. Руки, говорю, поднял. Руки поднял? Давай, давай, давай. Сейчас все друг друга перевалим. Ну а что нам делать? Ну а что нам делать? Там зомби? Да, зомби. Давайте тогда объединимся, хотя бы что нам. Ты кто? Блин, у нас зомби сзади. Давайте быстрее. Мы либо вместе, либо все подыхаем. Блин. Пойдемте поднимемся, повыше там поговорим. Идем, идем, идем. Все наверх, наверх, наверх. Зомари. Наверх поднимайтесь. Тут еврей столкнулся с проблемой. Выжившие объединились. И численный перевес был на их стороне. Но ситуацию накаляли приближающиеся зомби. Ладно, мертвые не мы вам, не вы вам не нужны. Отходим, отходим, отходим. Сюда, сюда, сюда заходим. Бегом, бегом, бегом. Посмотри за балконом, высоко. Еврей понял, что ситуация выходит из-под контроля. Он с двумя своими бойцами в тупиковой комнате на втором этаже. Слезть не вариант. С другой стороны, выжившие. А еще чуть дальше зомби. И когда зомби ушли, выжившие пришли разоружать бойцов Амбреллы. Ствол упусти. Давайте. Давайте мы... Я немного нервный. Ствол упусти, прямо сейчас. Сторвальный люль. Смерт. Вот, блядь. Амбреллы. 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 Тихо, тихо, отвлекай его на себя, давай, заходи влево, влево, вводи его. Влево, влево, в тарелку, заходим в здание, здание, здание. Влево, 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 влево. На этой ноте будем заканчивать. Я отобрал для вас лучшие моменты из того, что нам удалось снять на прошедшей игре. И надеюсь, вам понравилось. Не забудьте заглянуть в описание, там много полезных ссылок. А с вами был Андрей Поэт. Пока.